Да? Смешная жизнь? Смешная у нас с вами жизнь. Ну вот от А до Я. Умом Россию не понять. 11 августа 2023 года. Понимайте, как знаете. Есть ум, понимаете. Нет ума. Вуаля. Из переписанного учебника, который войдет в этом году, ну учебном году, в 2024 учебном году, войдет в школы, убрали по приказанию, по указанию Путина, убрали даты, числа и статистику. Это что такое, друзья? Это как можно понимать, что даты, числа и статистику убрали из школьных учебников? Всеобщая история для 10 класса, история России для 10 класса. Все это убрано. Причем в истории, в исторических справках и сведениях 1914 год, 1945 год. Ну и также по всемирной истории. То есть эти вещи убирают для того, чтобы люди не знали и не понимали. А зачем? А зачем человеку знать, что было в 1945 году точно? И что было в 2014? Не дай бог докопается, как мы сегодня копаемся с вами до настоящих век истории и не понимаем, что же происходило на самом деле с нашей страной, с нами, со всеми. Откуда вообще мы-то взялись, друзья? Из каких лабораторий выведены? Единый учебник по истории для 10-11 классов содержит значительно меньше чисел, дат статистики, но зато наполнен рассказами о людях и событиях. Так заявил помощник президента ВРФ Владимир Медынский. По его словам, такой учебник легче читать. Для дегенератов, что ли, создавая... Друзья, ну учебники для дегенератов, да? Его легче читать, чем предшествующую версию. Переписыванию подверглись 50 лет истории России. С 1970-х годов добавлен раздел с 2014 года, по настоящий момент, включая спецоперации. Уже, уже, вы понимаете, они уже быстро будут рассказывать вашим детям про спецоперации. В частности, глава о войне в Украине содержит 17 параграфов, включая такие. Отношения с Западом в начале 21 века, давление на Россию со стороны США, фальсификации истории, возрождение нацизма, украинский нацизм, а также судьба Донбасса, Минские соглашения. Что это было? Специальная военная операция и Россия – страна героев. Среди прочего, авторы учебника, которыми выступили сам Мединский и ректор МГИМО Анатолий Таркунов, убеждают школьников, что сценарий сдерживания, а на деле расчленения России, уже был отработан натовцами на примере Югославии. Вот если бы еще Россия не принимала бы участия в Югославии, было бы хорошо, да? Ведь где только Россия не принимала участия? Такими своими частными военными компаниями, ЧВКшниками, они и там отличались. А вы думали, там сколько было наших? Но мы всегда за правду, мы всегда за идею, мы всегда за народ. Никогда русские просто так не убивают. А кто бы сомневался? Вы не должны сомневаться. Идеей фикс Запада стала дестабилизация положения внутри России. Сначала по периметру границ, а ради этого в бывших республиках СССР спонсировалась открогенная русофобия, так утверждают авторы учебника, не приводя никаких фактов этой самой русофобии. Цитаты из учебника уже попадали в СМИ. Это неправильные страницы и неправильные цитаты. Отреагировал на это Мединский. То есть из этого учебника люди взяли цитаты и опубликовали их у себя на страницах блогеры. Но Мединский сказал, это неправильные цитаты. Это вообще не те цитаты. Однако позднее ведомости установили, что это были реальные фрагменты учебника, за исключением одной поправки. Украина – неонацистское государство. В новой версии стало Украиной ультра-нацистским государством. Вот и вся поправка. Путин заявил о необходимости написать учебник истории в рамках единой концепции еще до аннексии Крыма в феврале 2013 года. Он с 2014 года неоднократно повторил об опасности переписывания истории. То есть сначала повторяет об опасности переписывания истории, а потом тут же сдает задание писать новые учебники истории. Подобные действия пойдут во вред тем, кто этим занимается ради сиюминутных политических интересов, сказал так Путин когда-то, в 2014 год. Президент утверждал, что история – это наука, и если относиться к ней по-серьезному, переписать ее невозможно, чем они и занимаются, постоянно и бесконечно. Однако историю для нового учебника переписали в кратчайшие сроки, фактически в течение пяти месяцев. Признавался глава Минпросвещения Сергей Кравцов. При этом он отдельно подчеркивал, что стоимость нового учебника с меньшим числом дат и данных снизилась более чем на 20%. С 1062 рубля до 849 рублей. Что там осталось-то? Наверное, макулатура просто одна. В свою очередь Путин потребовал, чтобы новый учебник истории вовремя поступил в школы. В новом учебном году у школьников должны быть все необходимые книги и учебники. Так сказал президент на совещании с правительством. Ну и туда же, в общую копилку, российским чиновникам начали раздавать отечественные смартфоны вместо айфонов, чтобы легче было отслеживать. Айфоны невозможно отследить. Никто россиянам не дает отчетов. И с айфонов тоже не дают отчетов. Слежки невозможно устраивать. Так вот, теперь чиновники. Начну с чиновников, они будут у нас первыми, скажем, обладателями российских каких-то смартфонов. Да, это отечественная система смартфон на операционной системе Аврора. И так же с ютюбом, друзья. Когда вы ставите лайки, то они не отражаются, потому что Россия много раз обращалась к ютюбу, чтобы давали ей статистику. Кто из россиян ставит лайки под какими-то там военными цитатами или тех, кто признали противником России, то ютюб отказался. Ну, а Россия, соответственно, пытается угрожать и говорить, что я закрою ютюб, я тебе закрою ютюб, я тебе пошивец, да, дядя Джон закрою ютюб или дядя Сэн. Но вот не закрывает ютюб, потому что это многим неинтересно. И я так полагаю, что чиновники просто оттягивают этот вопрос, потому что они тоже живут этим же. Они тоже хотят знать правду. А правду из уст местной СМИ вы не найдете и не узнаете. Такая сегодня жизнь. Поэтому чиновники тоже бойкотируют частично эту схему остановки ютюба и запуска новых авроровых телефончиков, смартфончиков. Сегодня у нас с вами 11 августа 2023 года. Я Таня Карацуба, Сиид Бурхан. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да? Смешная жизнь? Смешная у нас с вами жизнь. Но вот от А до Я умом Россию не понять. Я Таня Карацуба, Сиид Бурхан. 11 августа 2023 года. Понимайте, как знаете. Есть ум, понимаете. Нет ума. Вуаля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok